СТОРОЖИЛЫ ОБЛОСТНОГО КРАЕВЕЧЕСКОГО МУЗЕЯ В Печорском ломали старый амбар и при разборке этого здания в фундаменте обнаружили в том числе и этот камень. То есть это пример вторичного использования булгарских надгробий. Согласно документам Симбирской губернской архивной комиссии, надгробный камень был привезен в Симбирск. Его вес составлял 11 пудов или около 200 килограммов. Вероятно, этот камень мы сейчас и видим в экспозиции. К сожалению, сохранилась только верхняя часть, и только часть надписи до нашего времени сохранена. К сожалению, точного периода пока не существует, но, возможно, в ближайшее время мы сможем это сделать, потому что главная причина, почему текст так и не был прочитан, что очень мало специалистов по средневековой эпиграфике. Они буквально единичны. И, собственно, совсем недавно один из них согласился нам все-таки помочь в этом, с нас только потребовав качественные фотографии. Сотрудники музея еще раз убедились в том, что камень представляет большой интерес для исследователей, когда им пришлось его передвигать. С обратной стороны они обнаружили еще изображение, что является редким явлением. Изготовление таких надгробий характерно для середины первой половины XIV века. В Симбирской губернии такие камни встречались очень широко, но постепенно были утрачены. Но, к счастью, на территории Львовской области, на территории Чудоклинского района, имеется уникальный для нашей области средневековый могильник. Это мусульманское кладбище в районе сел Татарский Чувашский Калмайур, на территории которого до настоящего времени сохранилось шесть вот таких каменных надгробий, как раз которые датируются середины или первой половины XIV века. С любопытными экспонатами музея мы вас познакомим в следующих сюжетах. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.